Всем привет, друзья мои! Я уже на финише. Вот это всё я прошла, и сейчас я возвращаюсь. Ой, забыла про всё. Вся такая была погружена в свою ходьбу. Так хорошо на набережной. Сегодня вторник. Сегодня вторник. Сколько время уже будет? Начало десятого, наверное. Я сегодня попозже, потому что хочу ещё сделать йогу. Я не знаю, проснулась в 5 утра, потом легла, такая бодренькая проснулась. Так было хорошо. Мне вчера я немножко чувствовала себя неважно. Я же говорю, что я сейчас работаю, делаю какую-то технику, и у меня видно, знаете, что произошло? Трансформация происходит. Многие сейчас скажут, «Ой, Света, куда ты катишься?» А Светлана катится в правильную сторону, выходит из неправильной и в правильную. Ведь жизнь — это самопознание. И нужно всегда чему-то учиться, не стоять на месте и думать, что мы всё знаем. Какие эти знания интересные. Я просто восторжена. То, что я узнаю, как и что делать. Я вот 8 дней уже проделала медитацию. очень интересное, что-то происходит у меня. Но целый месяц курс. Будем двигаться дальше. И посмотрю, как, что у меня получится, мои дорогие зрители, мои любимые зрители. Там парочка вон. Покажу вам, поспредельно чуть-чуть. Вот такие вот дела, мои дорогие. Что ещё могу вам сказать, рассказать? Да, сегодня у нас встреча в клубе с девочками, но я не знаю, придут они или нет. Дело в том, что некоторые из моих девочек, они уже начали работать риэлторами. Поэтому я ещё вам говорю. Три девочки начали работать с недвижимостью. Поэтому, если вы хотите приобрести недвижимость в Мерсине, я могу вам помочь с этим. Вот. И получается так, что две девчонки ещё в отпуске. Подружки. Одна на Шри-Ланке. Два месяца уже. Два месяца, да. Третий месяц был скоро. Ой, третий пошёл точно. А Катюшка моя в родителей с ребёночком. Все должны уже вернуться в мае. Наверное, продолжим. Но я всё-таки знаете, решила прийти на набережную. Может быть, кто-то и созреет. Ещё есть одна у меня девочка. Я написала, будем ждать. Если нет, сама всё сделаю. Йогу. И пойду домой. Сегодня у нас зумба. Обязательно пойду. Вебинар у меня сегодня в 5 часов. Потом всем надо после моего вылетать на зумбу. Готовить, кушать. Мой муж бросает курить. Тяжёлый процесс. Всем терпения. И удачи. Я пошла. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Всем привет, друзья мои. И вот я дома. Я прошла более 10 тысяч шагов. Встретилась с подружкой. Позанимались с ней йогой. Поболтали. Я помедитировала полчаса. И вот я пришла домой. Вся такая голодная. Выпила кофеёк. Сейчас готовлю завтрак моему мужу. Видите, там тостер у меня готовится. Уже достаточно ему. А себе на свет выключили. А себе я решила приготовить. Знаете что? Запеканку. Полезная. Вкусная. Поэтому я буду сейчас снимать то, что буду готовить. Поделюсь с вами. С рецептом. Делаю впервые по этому рецепту. Если мне что-нибудь интересное я хочу приготовить, я сразу в поисковую систему набираю запрашиваемую. тему и выдает несколько вариантов. Первый попавшийся я применяю. Вот что там было написано. Берем 150 мл молока и 3 столовые ложки манки. Это все заливаю я. И оставляю до полного набухания. Естественно перемешиваем. И оставляем, чтобы оно все набухло, наша маночка. Пошел конфуз, свет выключили. Естественно, погружным блендером у меня ничего не получится сделать. Поэтому я решила немножко импровизировать и сделать по-своему. Есть руки, есть венчик. Будем взбивать руками. Что делать? Такие ситуации возникают не по нашей воле. Поэтому сейчас я собью яйца до пышной массы. И затем все смешаю с творогом. Смотрите дальше. Простите меня, мои дорогие. Заговорилась я с мужем и забыла вам все рассказать. Что я решила. Я сбила 2 яйца огромных. Они как 3. Затем, значит, вилочкой вот так вот смешала. Добавила вместо сахара 3 столовые ложки меда засахаренного. И еще что, значит, сюда. Смотрите, вот такая вот масса получилась. Покажу вам, видите. Значит, здесь яйца, творог. И все. Добавила ванилин. Добавила разрыхлитель. Наверное, чайную ложку. Вот это все смешала. И теперь, смотрите, мы сейчас сюда добавим нашу манку. Ложку уберу. Потом это все доделаю. Ой, как неудачно. Нет света. Выключили. Вот, видите. Вот, мои дорогие. И вот это сейчас я все помешаю. Соль чуть-чуть посолила. Помешаю. Ну, мне кажется, хорошо растворился йогурт. Если вдруг творог. Если дадут свет, я еще раз его разобью блендером. Ну, мне кажется, нормальная масса. Сейчас нужна духовка. Ну, как только дадут свет, оно должно постоять минут 40 там по рецепту. Ну, и все, мои дорогие. Будем пробовать вместе с вами. ПП. Думала, что приготовить сегодня из творога. Что приготовить. Вот. А муж мой собирается на работу, потому что света нет. И Мурат сейчас пришел. Люди спрашивают, почему, наверное, нет. Он что-то бегает по двору. Почему-то. Вроде бы света не было, а я вот перемыла посуду. Смотрите, что я сделала, мои дорогие. Свет дали. Я обмазала форму сливочным маслом. И сейчас перелю сюда нашу запеканку, тесто. А здесь я, смотрите, занимаюсь, чем разделываю курицу. Наверное, вот это сейчас отварю. Ну, а это замариную потом на моем уже скором день рождения. В принципе, не планируем ничего делать. Хотя 50 лет он не хочет. Ну, посидим так вкусненько. Я приготовлю в духовочке. Вот это вот сейчас хочу отбивные тоже здесь. И это курица домашняя. Это я сейчас помешаю тесто. Выливаю форму. Духовка у меня уже нагрелась. 180 градусов 30-40 минут. Вот, мои дорогие. Вот такая будет у нас. Посмотрим, какая будет запеканка. Ну, думаю, что будет вкусная. Пришла такая идея с этой грудкой. Филе, филе. Я его отбила. У меня такой камушек есть. Вот такой камушек. Вот это с моря принесла его. И сейчас у меня появилась такая идея. Если я сейчас это отобью, выложила на пленку. Внутрь, значит, у меня, я планирую, естественно, поперчить. Так, обильно черным перцем. Все это импровизирую сейчас. Хочу рулет попробовать испечь. То есть, я его приготовлю, а на день рождения мужа я его испеку. Смотрите, как у меня выйдет. И курочка будет у нас. Здесь у меня варится бульон, закипает здесь вот на гриль. А это рулет будет. Вовнутрь я планирую плавленый, твердый сыр и кусок масла. Вот так рулетиком заверну и испеку его потом. Как вы думаете, промажу его там яйцом или чем-то, посмотрим, может, соевым соусом. Посмотрите, какая красота получилась. Надо же как-то импровизировать. Не одно и то же, чтобы было каждый день. Так, естественно, вот так поперчу. Посолю его. Все. Сейчас следующий момент. Вот так много я добавила сыра, добавила голландский сыр сулгуни. Масло замороженное я тоже брикетиками нарежу и положу сюда. Вот так вот жирненько-жирненько маслечком. Сейчас буду заворачивать его пытаться. Вот такая колбаска у меня получилась. Видите, на пленочке. С помощью пленочки я заворачиваю, отправлю в холодильник. Сегодня же я ее не буду готовить. 6 мая не за горами. Ой, такой у меня вкусный этот сюрприз для мужа. Выглядит она аппетитненько, наша запеканочка. Сейчас я ее разрежу и покажу вам. Мои дорогие, к сожалению, она не хотела вываливаться. Чуть-чуть подломалась там. На вкус вкусная. Такая ароматная. Что я могу сказать? Приготовила я для себя. Естественно, мужа не будет. Ее можно полить еще. Даже она сладкая. Ее можно ничем не поливать. Можно йогуртом. С йогуртом ее можно покушать. Манго и творог. И яйца. Вкуснятина. Пошла кушать. Вкусно. Не могу оторваться. Не могу оторваться, друзья. Даже не обязательно. Никакой йогурт, ни мед. Ничего не нужно. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик. И на все уведомления.